Всем привет и добро пожаловать на наш канал. На наш с Галей уже канал. Я у нее тут никак от нее уйти не могу. В предыдущем видео она меня кормила завтраком, потом она мне рассказывала и нам всем рассказывала про свои пассивные работы. И я уже собралась уходить и остановилась уже практически на выходе, потому что вспомнила, что забыла вам показать комнатные растения, которые Галя выращивает. Комнатные и не только. Вот сейчас она расскажет про лаврушку, а потом мы посмотрим твои фиалки. Она, кстати, вырастила одну фиалку специально для моего старшего внука, тоже огородника. Он же у нас фермером собирается быть. Сказал, что он будет фермером и геологом одновременно. Ну, в любом случае все близко к земле. Вот. Давай сейчас я переверну камеру и ты расскажешь про лаврушку. Хорошо? Галь, рассказывай, что за бутылки у тебя тут такие странные. О, тут видишь чего? Лаврушка. Ну, ты мне вот такую раздавала этот кусочек? Он у меня там уже хорошо растет, я его пересадила. Там листики новые. А ты это еще кому-то выращиваешь, да? Ну, да. Меня попросила одна сделать. Вот я когда обрезала лаврушку, сделала три среза. Вот в одно и то же время. Вот это, знаешь, как уже пошла хорошо. А почему, Галя, вот этот хорошо? Ну, я не знаю. Одна и та же земля, одно и то же. В один и тот же день, да? Но здесь все равно тоже, вон, почечки набухают. Вот здесь вот, вот здесь вот будет, как бы, вот почечка. Вроде бы это так идет. Ну, это я сделала вот три штуки. Но они там уже с корешками или еще неизвестно? Нет, еще нет. То есть листики пошли, а корешков нет? Это будет только, ну, минимум через полгода. Вот, мимо какой красоты я не могла пройти. Остановилась и вернулась. Смотрите, какие у нее фиалки. Весь подоконник. Какая-то махровенькая. Весь подоконник в фиалках. И они такие прям у нее жирненькие. Вот этот вот цветок переродился. В смысле, переродился? А, переродился. А у меня фиалка, она уже, знаешь, перерождается. Она, значит, это когда ее пересаживаешь в другое место, там, обрезаешь, там. И вот из листа. Вот лист берешь, например, там какой-либо. И, значит, это сажаешь. И это, получается, оно не получится такой же, как это. Как ты брала. То есть, допустим, я взяла фиолетовую, а она... Она немного... Листик фиолетовый, да, я посадила. Он вырос во что? Листик фиолетовый, но цветок сам не будет такой же, как повтор. Почему? Ну, он как бы... Как гемофродит, что ли, как это вот они... Ну, и какого же цвета это было? Сейчас фиолетовая была. А была фиолетовая с белым. А-а-а. Вот, знаешь, края, знаешь, были вот беленькие. Он и цвел, вот именно этот цветок, цвел фиолетовый с белым. А потом следующий через несколько, там, через два года или там... Нет, я его обрезала, обновляла. Ага. И он зацвел фиолетовый с белым. Нет, совершенно белого нету. Нифига себе. Да. А может, потому что они вот тут рядом с белыми стоят, нет? Да нет. Ну, а этот тоже фиолетовый такой красивый такой цвет. Этот был тоже синенький, на что. Вот, видишь, это немножко похожие листья, но немножко не такие. Ой, Галя, а что с этим листом? Какой-то больной, что ли? Ну, нет, нет, он... Его только отщипнуть, и все. А вот, а у этой отличаются цвет листьев, он, вот этот розовый, он какой-то другой, да? Да. Вот эти вот тоже посадила, три листа. Один розовый, один еще какой-то. А что вырастет, неизвестно, да? А что вырастет, неизвестно. А у меня что выросло? Белый, я вот сажала, белый вот получился белый. А это вот, ты вырастила для моего внука? Да, для Влада. Для Влада. Вот оно, видишь, сколько бутончиков было. Надо не забыть меня, то я каждый раз прихожу и забываю потом забрать с тобой ля-ля-ля, и вот увлеклась петуньей, еще там чем-то. Галь, а вот это что тут у тебя? А это лаврушка. А чего она тут у тебя застряла? Застряла, она застряла вообще в росте, а потом смотрю, а у нее вот здесь вот, посмотри, как она. Ага, вижу. От корня еще пошло. Ну, супер. Ну, а еще какие у тебя есть цветочки? Ну, цветочки, антуриум, ты знаешь. Ну, пойдем, покажем. Ну, антуриум, ну, что уже у нас это отцветает и уже, понимаешь, видишь, вместо белого, вот там молодой цветок, видишь, вот он белый. Ага. А вот эти вот уже отцветают, они вот меняют уже, и цвет окрас меняют, и все. Ага. Ну, они очень долго стоят. Вот этот у меня цикламен. Видишь, только набирает еще силу. Ну, он цикламен, они же, к ним нужна погода холодная. Ну, он у меня цвел, знаешь, ты в марте он цвел, и все. Ну, видать, нужна передышка. Потому что сколько он у меня цвел постоянно. Я говорю, а теперь, знаешь, ты отдыхаешь. А пойдем в комнате посмотрим. Вот он меняет цвет, видишь, уже. И вот это желтеет, и это тоже начинает. Потому что отцветает, да? Отцветает. А вот это вот еще только-только набирает. Видишь, он красненький. Не вижу, он красненький. Сейчас, сейчас, покажи. Подожди. Ага. Видишь, это красненький пошел. И вот здесь тоже самое. А вот я вижу красненький. А, а потом, когда долго постоит, будет вот таким вот. Ну, да. Ну, уже то, что сколько времени они цветут. А этот у меня тоже сейчас цветет. Но почему-то он тоже зеленым зацвел. Я понимаю, что ты очень удивлена, но он почему-то зеленым. А это что это? А это герань. Ну-ка, братец, перестань. А я тут это уверен, что у них в коридоре стоит герань. Я взяла и отщипнула. Украла. Галя, а правда говорят, что когда укратешь, то они лучше растут? Ну, говорят, да. Чтобы тебя украсть, мягко говоря. Фиалку вырастила. Что хочешь? А, ты такое воровство такое разрешенное. Можешь украсть. Можешь украсть. Пока Галя там пошла еще за одной лаврушкой, я вам покажу, какая у нее вот на кухне стоит, такой в большом горшке. А это она, видите, уже готовит под рассаду тоже какие-то емкости. Вон тут сколько у нее красоты всякой. Галя, что принесла? А я принесла с сережками в комнате лаврушку, посмотрите, какая. О, прям пошла, прям пошла, да? От корня пошла, значит, две штуки. Короче, ты лавровый лист не покупаешь в магазине? Нет. Все отсюда? Все отсюда. Все с огорода, все свое. Все свое. Здорово. Все свое. Ну, прям красота неописуемая. Галя, что у тебя за мешки какие-то, пакетики? А что это ты купила, покажи? Это у нас вот такие вещи, которые... Это кому-то... Ух ты какая, слушай, мягонькая, легкие такие. Легкие. Это ты кому купила? Это уже года два, наверное, третий. Это заказываю ребятам. А где заказываешь? На Алексе. Ага. На Алексе. Они очень легкие, удобные. Знаешь, что он заказал три штуки, три пары. Ну, хватит на лету, трех парку? Хватит. Одни у него на даче. Ой, на даче, на работе. А что денег стоит? Дорого? Ты знаешь, сейчас она все подорожала. Ну, и получается, что вот одни там 900 там с копейками, другие тоже 900 с копейками. Ну, короче, около тысячи, да? Ну, да. Ну, такие вот. Ну, как бы и не дешево, и недорого. Ну, это, если ему нравятся и мягенькие, и легенькие. Почему нет? Он за рулем, наверное, очень удобно в машине. За рулем удобно. Они мягкие. Ты знаешь, я тут это, сидела. Я говорю, может быть, мне тоже, знаешь, заказать такие. Они вот такие. Есть там какого-то другого цвета? Есть. Есть и розовый, и белый, и красный, и какие-то. Там только нету. Ну, прям тряпочка вот тут вот. Да. Какая-то в сеточку, да? Да, в сеточку. Ну, все равно, Галь, мне кажется, тут же все-таки какой-то поролон, синтетика. Ну, синтетика, это все равно дышит, а это нога дышит. Ну, понятно. Нога дышит, все. Ну, что, Галь, нагостилась я у тебя. Спасибо, что принимала, кормила, обласкала. Я очень скучала. Надо почаще. А когда почаще встречаться? Сейчас вообще нет. То ты с внуками, то я с внуками, то то сё, то два, то полтора. И сейчас у тебя посевная удача. И вы, наверное, на Майске поедете туда? Ну, поедем немножко там. Прибраться надо после вот этого всего. Ну, не знаю там, что будет. Ну, съездим и обратно, знаешь, там осталось... А, без ночевки, да? Без ночевки, безо всего. Там еще и холодно ночевать. Ну, да, вон погода-то какая. Вчера снег шел. Ну. Так, на секундочку. Ты знаешь, я вчера бы это заходила в магазин, и там одна, знаешь, говорит, ой, говорит, у меня, говорит, подруга, Веденееве. Нет. А где это Веденееве? Видного. А, Веденееве. А, Веденееве, говорит. Она, говорит, там столько, говорит, снега, говорит, нападало. Да что? Ну, да, в этом году как-то это холодно. Мне кажется, что в прошлом году вот в это время уже было тепло. Тепло, а сейчас как-то и шубу даже хочется надеть. То есть у тебя посадочные работы немножко... А пока это откладывается, пока... И стройка там у вас, и холодно. Да. Ну, а то, что вот мы это... Короче говоря, без урожая в этом году. Ну, можно сказать и да. Ну, ладно, давай будем прощаться. Спасибо, что были с нами. Так что не думайте, что я, значит, пропала, я здесь. Мы с ней всегда на созвоне. Да, мы на созвоне каждый день, практически каждый день. А иногда и по несколько раз в день. Да? Всё. Скажем Гале спасибо, что нас тут привечала, всё нам рассказала. Люблю тебя, целую. Всем пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.